К сожалению, провести видеосъемку в зале суда нам не удалось. Однако знаем, что сегодня была допрошена начальник отдела по благоустройству и озеленению города Елена Королева. Она подтвердила, что прошлому арендатору в 2017 году выдавали разрешение на вырубку 100 с небольшим деревьев. В то же время чиновник отметила, что городская администрация не контролировала то, сколько и какие насаждения были спилены. Вторым допросили предыдущего арендатора Павла Тулина. Он заверил, все опасные аварийные деревья в парке он вырубил еще в 2015 году. И они располагались ближе к проспекту Комсомольскому. А вот как раз зона, где было раньше кладбище, это более благородный лес, который и сохранился гораздо лучше, хоть он и старше. И когда я узнал, что именно там была вырубка произведена, ну это очевидно за гранью логики какой-то санитарной. Это совершенно с другими целями произнесено. С какими, это могут сказать только сами сотрудники этой компании. Ну, очевидно, это не санитарная рубка. Напомним, ответчик, бывший управляющий парка Октябрьского района Владимир Фишер, свою вину отрицает, уверяя, что на каждое дерево было разрешение от городской администрации. Следующее заседание состоится в ближайший четверг. Ожидается, что будут допрошены рабочие, осуществлявшие вырубку. А уже в субботу, 20 апреля, в парке пройдет грандиозный субботник. Организаторы призывают принять участие всех желающих. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.